Друзья, всем привет! Меня зовут Анастасия Шнайдер, вы на моем канале про моды, шоппинг и модные путешествия. Сегодняшнее видео посвящено винтажному шоппингу в Милане. Погода, конечно, оставляет желать лучшего, что-то мне не везет с моими модными путешествиями и погодой. Но, тем не менее, я выбрала три магазина, три основных магазина, которые хочу посетить. Надеюсь, что получится даже сделать это с примеркой. Поэтому первый магазин, если нам разрешат снимать, это будет Мадам Паулин Винтаж. И давайте уже скорее зайдем внутрь, чтобы посмотреть, что там у них есть. Так, ну что, друзья, начнем наш обзор сегодняшний. Нам разрешили здесь снимать. Здесь сейчас обновленная летняя коллекция, потому что, когда я была в прошлый раз, здесь были в основном зимние вещи. То, что я была в феврале. Смотрите, например, какая симпатичная куртка, рубашка. Стоит она 125 евро. Это Лаура Бьячотти, судя по всему. Очень интересно сделана. Мне кажется, эта вещь актуальна и по настоящий момент. Очень здорово выглядит. Так, хочется мне, как всегда, найти в таких магазинах шакетов побольше. Очень много ярких вещей, летних вещей. Посмотрите, удлиненный жакет-пальто Шанель. Стоит он 1250 евро. Фиолетовый цвет с бархатным воротничком и отстрочкой карманов. Супер тоже, конечно. Здесь огромный выбор, конечно, одежды. Брендовые одежды. Сейчас пайетки самый актуальный тренд. И здесь сочетание розово-голубых и коричнево-бежевых пайеток. Это блуза. Это произойдет, конечно же, фурор. Очень праздничный вариант. Стоит она 150 евро. Вот симпатичное платье от Самморан, между прочим. Тоже не теряет своей актуальности абсолютно. Абсолютно акцент на плечах. Очень мощные плечи, ярко выраженные рукава-фонарики. И стоит она 200 евро. Это так, дефект. Видимо, с дефектом с каким-то это платье, судя по всему. Потому что написано. Так его просто, конечно, не найти, не узнать, в чем кроется суть дефекта. Но вот такое платье. Самморан за 200. Вещь супер. Здесь раздел с вечерними платьями. Ну, не только с вечерними, а просто с длинными очень, в основном, с платьями. И я хочу вам продемонстрировать несколько вариантов. Меня сразу же покорил вот этот комплект. Здесь идет накидка. И сверху платье. Платье отрезное. Достаточно классический по формату вариант. Накидка представляет собой укороченный жакет на пуговках. Судя по ощущениям, это как будто бы органза. И рукав, посмотрите, как оформлен манжет. Очень красиво смотрится. Вышивка. То есть здесь принт сделан в виде вышивки. Вышивка белым цветом на белом фоне. Смотрится очень эффектно. Очень интересный, необычный, конечно же, комплект. Все это стоит 500 евро. Какая-то фирма, не понять, потому что здесь нет лейбла. Но возможно даже, что это было сшито на заказ. Вот так это все выглядит. Вариант, конечно, супер шикарный. Очень длинный, на высокую девушку рассчитано. Не на меня, ну, либо на меня, на каблуках. Далее идет шикарный вариант пудрово-розового цвета. Тоже это идет у нас комплект. Блуза верхняя. Здесь идет небольшая драпировка на уровне талии. Воротничок, стойка. И внизу идет то, что внизу, видите, это юбка. То есть очень длинная юбка Макси. И внизу идет вышивка Ришелье. Сделано, конечно, просто шикарно. Просто удивительным образом. Хорошее качество. И сзади, посмотрите, блуза имеет разрез. То есть открытая спина. Небольшие завязки. И эта прекрасная вещь стоит 2000 евро. Неизвестной фирмы 2000 евро вот такой костюм. Представляете? Очень мне, конечно, нравятся эти находки тем, что такие вещи необычные мы не можем найти в обычных магазинах. Ну, конечно, за 2000 евро вполне возможно. Но давайте посмотрим здесь. Это 240. И это ночная рубашка на самом деле. То есть это классическая ночная рубашка. Из шелка розового цвета. Очень красивое кружево. Но знаете что, друзья? Безусловно, это ночнушка. Но, судя по последним тенденциям, когда мы носим ночнушки, пижамные костюмы, в повседневной жизни, представляя, что это платье и костюмы, такую вещь вполне я представляю на ком-то в сочетании, например, с жакетом, с грубыми ботинками. И никто никогда не догадается, что это ночнушка. Все настолько перевернулось. Все настолько сейчас неоднозначно, что просто можно носить все, что угодно. Это просто супер! Боже мой, как это красиво! Это тоже, я уверена, ручная работа. Здесь вышивка. Белая органза полупрозрачная и ручная вышивка. Цветы белые, голубые, зеленые. Посмотрите, рукав, как красиво сделан. Пуговки, к сожалению, утеряны. Я думаю, что это очень старая вещь. Платье с завышенной талией. Талия здесь у нас завышенный уровень, она делана такой баланами. Дальше удлиненная. Я думаю, может быть, это было чем-то свадебным платьем, может быть, платьем на выпуск. Сзади та же самая у нас идет отрезная деталь, небольшой бантик. Бантик тоже оформлен. Посмотрите, шлейф такой. И оно асимметрично. Оно более удлиненное сзади, чем впереди. И стоит это все 250 евро. Представляете, 250 евро за эту вещь. Это просто невероятно, мне кажется. Вау! Это такой у нас уже идет историцизм, такой исторический костюм. Посмотрите, класс. Пышные рукава. Здесь идет резинка. Стоит это все 150 евро. Платье в стиле Клоэ. Сейчас посмотрим. Здесь также не указан автор. С 380. Полупрозрачное. Здесь пятна. К сожалению, в этом платье идут пятна. Поэтому, видимо, и цена настолько снижена. Но само оно по себе очень оригинально. Вот эта вот зона декольте, оформленная кружевым. Очень красиво смотрится. Очень и утонченно, и минималистично хорошо. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь, конечно, уже такие более темные цвета. Я думаю, что здесь можно найти более демисезонную одежду, не только летнюю. Кожаная юбка. Я всегда люблю смотреть тоже на кожу, на какие-то более такие долговременные материалы. Очень хорошая вещь. Супер выделка кожи. Интересная деталь. Оформление по краю. И стоит это прелесть. 120 евро. Но мне кажется, что за кожаную юбку в очень хорошем состоянии, это более чем хорошо. Что-то очень интересное, мне кажется, я нашла. С необычной формой рукавами. Платье. Широкое платье в форме кокона. Рукава оформлена складками, что образует фонарик. Здесь есть манжеты. Мне кажется, это немного 60-е. И это Жан-Франко Ферре. Стоит 280 евро. Очень хорошее качество по ощущению материала. Приглушенный такой золотистый, бежево-коричневый цвет. Мне кажется, тоже эту вещь легко обыграть. Можно современными аксессуарами, современной обувью. И будет это смотреться здорово. Поэтому, мне кажется, Жан-Франко Ферре за 280 евро вполне себе неплохо. О, это то, что я люблю. Тоже такие платья. Немного ретро-налета. Часто ручной работы. Здесь однозначно это ручная работа. 375 евро стоит. И это 40-е годы. Здесь идет бордовый цвет. Очень интересно оформлены детали на груди. Драпировка. Такими в виде таких лепестков, цветков. Дальше воротничок, полустойка. Здесь идет кулиска. Можно сделать более облегание вокруг шеи. Отрезная тоже деталь интересно оформлена. Вот эти 40-е. Конечно, это замечательно. И это тоже, на самом деле, 40-е. Легко у нас сочетаются с классическими лодочками, с клатчами. И либо, например, с сапогами. Это будет смотреться супер с пальто. То есть платье в стиле 40-х. Тоже очень легко нам адаптировать в наш повседневный гардероб при желании. Вот, посмотрите, еще Шанель находка. Платье Шанель. Тоже классические коды. Люрекс. Золотые крупные пуговицы. Очень красиво отделанные. Стоит эта вещь 1250 евро. Еще один Шанель. Ну, здесь, конечно, черно-белые у нас витрины. Безусловно, Шанель у нас часто будет встречаться. Вот такое платье с крупным бантом. Черно-белое. С кармашками. Тоже классическая абсолютно история для Шанель. Стоит она тоже 1250. Видимо, для Шанель здесь такая такса 1250. Относить на все вещи. Черное платье. Мини-платье. С контрастной белой отстрочкой. Ткань здесь, конечно, синтетика такая очень плотная. 180 евро стоит. И это неизвестный бренд. Не написано. Но мне нравится его формат. Мне нравится эта контрастная отстрочка на черном фоне. Такой очень активный элемент. Острый воротничок. Планка. И тоже это платье вижу вполне себе на мне. Например, с сапогами. Мне кажется, здорово смотрится. Как будто тоже еще одну. Очень необычную вещицу я нашла. Супер тяжелая. Она вся вышита бисером. Это платье. Мини-платье. Посмотрите, какое. Конечно, мне оно маловато. Но здесь идет принт, буквы, различные элементы. Все это вышивка бисером и пайетками. Вот такое мини-платье. Стоит тоже 250 евро. Супер находка. Селин. Посмотрите, шикарное состояние. Очень хорошее, конечно же, качество. Это у нас даже интересно указано, ли год или нет. Это шелк. Стоит это 175 евро. И здесь очень красиво сделаны пуговицы. То есть старый логотип, который они сейчас используют, также на сумках. И мне кажется, это супер находка. Конечно, по состоянию вещь идеальная. И вот кто хочет такой ретро-селин в свой гардероб. Также здесь есть прада. В таком же стиле Жан-Франко Ферре. Тоже очень интересная, необычная блуза. Сложная, как я люблю говорить, сложно сочиненная. Здесь сверху идет жилетка, которую можно развязать. Узелки здесь также ее фиксируют. Дальше идут крупные пуговицы. И она вся такая летящая, воздушная. Это тоже шелк. Внизу идет асимметрия. И рукава также асимметричными валанами отделаны. Мне кажется, это тоже супер находка. Стоит это 380. Ну, понятно, потому что это и сложный сам в себе фасон, и бренд, и качество. Супер. Еще одна селин. Тоже такого же типа блуза, только уже зеленый приглушенный цвет. Качество чуть-чуть иное. Очень крупные, нарочито крупные гипертофированные манжеты. Здесь нет пуговиц, потому что это сделано под запонки. Одна пуговица венчает с самого начала. Вот здесь на самом верх. Дальше идут обычные пуговки, потому что они спрятаны. И вот эта очень, конечно, красивая блуза. Тоже украсит, мне кажется, любой абсолютно гардероб. Стоит тоже 150 евро. Друзья, мне кажется, этот магазин это просто супер находка. Для тех, кто любит конкретные бренды, и для тех, кто все-таки хочет такой осознанный шопинг. Вот еще здесь просто какой-то супер тоже селин. Смотрите, в горошек платье на молочного цвета, такой бежево-молочный цвет, синий горох с красным. Тоже такой немного более ретро вариант. И по сути оно на самом деле обычного фасона. Просто идет платье почти как рубашка. Здесь наверху завязывается как галстук, как бант. И дальше планка с пуговицами, отрезная деталь, прессированная юбка. Достаточно большой размер, и мне кажется, это супер классная вещь. Мой вывод по посещению этого магазина. Здесь супер классный выбор вещей. Винтажных вещей, вещей секонд-хенд, люксовых брендов. Если вы ищете какие-то очень необычные варианты для вашей жизни, для того, чтобы в ваш гардероб добавить изюминки, добавить немного настроения и оригинальности, я вам советую зайти в этот магазин. Потому что, конечно, здесь шикарный ассортимент. И что касается аксессуара, что касается бижутерии, поэтому адрес вы обязательно найдете в описании к этому видео. Следующий адрес огромный магазин. Можно найти супер классные дизайнерские находки. Ну что, пойдемте быстрее, уже хватит болтать. Во второй наш адрес. Так, пока есть возможность снять без маски. Здесь, конечно, без маски даже на улице не очень хорошо ходить. Но посмотрим вещи, которые уже выставлены на манекенах. Платье, сделанное из ткани под такое, знаете, как полотенце. Сейчас, кстати, тоже супер актуальный тренд. По теговень это сделала одежду и сумки, аксессуары из такой ткани. Здесь идет очень интересная отстрочка, вышивка черным цветом на желтом фоне, на горчичном фоне. Судя по формату, я бы сказала, что это, наверное, 60-е годы. Здесь точно абсолютно угадываются сразу все ходы фирмы Missoni. Трикотажное длинное платье Maxi с их оригинальным принтом, зигзаг и полоски, да, продольные. Следом идет вешалка с вещами уже более такими вечерными, более театральными, более яркими. Бархатное коричневое платье с вышивкой, бисером. Как красиво, контрастно и ярко смотрится эта вышивка розовая с зеленым. Посмотрите, сейчас на солнце как раз заиграло, очень красиво это смотрится. Супер тоже, я уверена, что это вещь ручной работы, безусловно. Наверняка шилось тоже на заказ. Жанни, это старте, это партнер, мы имеем фотографии, басы, басы, прессы. И все это для Жанни Бисач, да? Здесь? Здесь, да. Это красиво. Видите? Да. Все это. Все это. И мы имеем в виду других. Здесь, да, и Версача, тоже. Это было искренне по искусству Сонья Де Руне. Это большая шалка. В этой коллекции Версачи, как в Версачи, они имеют драма, но не шалка. Шалка есть уникальная письма, и мы имеем. И как вы найдете эти письма, как вы найдете это для вашей коллекции? Я очень старый. Это было продано мне по моделям. Версачи. Версачи донатили к моделям, и моделям потом сошли. И это очень важно. Пакурабана, 1968. И это же было использовано от Бриджит Мордов. Мы имеем фотографии. Мы имеем фотографии. Версачьи. Версачьи. Да. Диор, Courage, Givenchy, Balmain. Мы имеем более чем 500 разных. И ваш клиент, который покупает особенно из техстайлов, это дизайнеры? Мы продаем дизайнеры для хайд-фэшн. Мы стоим более чем 80 тысяч. В Snapах войска мы обладаем дизайнеры для Ganzes альфы. Подведи ин一个 прайс. Бартон, я написал 3 книги. Один, два, три. И это был последний праздник, который мы сделали в музею, в Милану. И все эти ботонки у вас есть в вашей коллекции? Да, это моя коллекция. Так что у вас есть в 1770 году? Да. В 19th century? Нет, в 18th century. Да. Я собираю ботонки. В этот момент, часть моей коллекции, ботонки, которые были сделаны для Versace, в музею и в музею. Но в любом случае, у вас есть много ботонок. Все эти ботонки мы продаем. В начале 19th century, 1920. Эти были в конце концов. И название «Гей 90». Потому что после викторианского периода, когда все было черное, в 90-х, они изменили стиль. Да. Эти ботонки. Эти ботонки. Эти ботонки. И мы работаем с многими дизайнерами, как Валентин, Диор, Сен-Лоран. Они приходят, чтобы иметь инспирацию. Это Мила Сон. Сон, около 80-х, в 80-х, они tunали это. Ботонки были созданы oleh мне. Мы, в origинах, у нас, в Болонии, фактория с ботонками, очень хорошими ботонками. И мы работаем с Валентином, Армани, Франко-Мосхино, Блумарин, Милашон и многие другие. Боненшага, 1968, 1967. Боненшага. Это очень важно. Цена 20 000 евро. Это 1810 евро. Это очень важно. Это изготовлен в конце 19 000 евро. Но это тоже вы продаете? Мы продаем много. Мы продаем очень много. Я помню, что некоторые художники приходят сюда, чтобы найти какие-то исторические вещи. Например, один, два, три. Метал, лана металлика. Он изготовил эти материалы. Это очень важно. Это Ганни-Версаче. Это Унгар-Холл, 1968. И для меня это особенно для периода поп. Поп-арт. 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 Потому что используется... Пластиковый цвет. Пластиковый цвет. Поп-арт. Поп-арт. Это еще один из пухарабанов. Это очень важно. Металл паркфур. Кот сделан на три округли. Это пахабанов. Это пахабан. Это же это пакет? Нет, это пухар. Ну, это пухарабан. Ух. Пухарабан. Что было для важных интересных этажей. «Стар». М-м-м. Знаешь Фуха? Но ты не можешь сказать. Это «Чинца Ружери». Это лабора. И она использует... Интересно. ... для написания себе название коллекции. Но это очень красиво. И здесь мы имеем около 200 разных. Есть некоторые более речные. Это «80-х годов» от Кристиан. Но это еще очень модерн. Сейчас мы можем использовать это. Это было изменивано в искусстве футболка. Так. Красиво. Красивая коллекция. У нас есть очень красивая коллекция. Да, у нас есть еще один этаж. Еще один этаж. Еще один этаж. И что там? В заказе. Мальчик. А, мальчик. А-х-х. Мальчик. 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 И один изменивано для цветов. Можете ли это только взять? Да, это возможно. Валтер Альбини, это мой тратист, но это был самый важный стиль. Валтер Альбини. Это настоящая брендерия, примерно в 1913 году. Это же мастер. Это рисунок. На тишине. На тишине. Все здесь. Вот здесь. Это наш канал. Сейчас мы делаем фотографии. Да, здесь. Да, здесь тоже. Это книжки, эшантилы. Это очень круто. Это бутон или это колли? Нет, нет. Это колли. Мы его продлили. Мы продлили на местах, которые хотят вернуть этот мастер. Мы видим много книжки. Это были в парии с 30 лет. Мы видим много. Да, я знаю! Это очень круто. Это для пребывания. Вот эти тишины. Все из-за французской футболки. В 1950 или 2020. Например, все это. Они никогда не использовали, мы их нашли в древесину. Да. Это все, что для всех этих целей, которые были в 1950. 1950, 1960, 1970. И здесь, это очень много, огромное, да? Я могу представить, да, это невозможно увидеть все. В 50-е годы. И здесь, это мужчина. Да, мужчина. Здесь есть специальная эксплуатация, которую мы делаем на Милешона. И мы делаем много в Милешонке. Да, это очень красиво. Это я, что я купила для нее. Это Гейн 90-е годы. Но она любила, потому что... Да, это очень красиво. Да, это очень красиво. Да, это красиво. Да, это красиво. Я надеюсь, что вы знаете, какие-то... Да, я францовую феррик. По-эпузу. Очень красиво. Я францовую феррик. Да, я францовую феррик. Да, я францовую феррик. Да, я францовую феррик. Да, это очень красиво. Те, что делать. Это очень красиво. Может быть. Милешонка для куши. Может быть сихи. Может быть. Водительная феррик. Но это прекрасно. Друзья, третий магазин, завершающий наш обзор винтажных магазинов из Милана. Как вы видите, я одета по-другому, сегодня уже другой день. Соответственно, это магазин Кавали и Ностри. Я его очень люблю, здесь еще хороший выбор. И хочу вам показать тоже ассортимент и, может быть, что-то примерить. Пойдемте. Друзья, нам здесь не разрешили не то, что даже снимать и примерять. Поэтому нам дали всего лишь 10 минут на то, чтобы показать весь магазин сразу. Если честно, не очень, конечно, хочется при таком отношении делать обзор, но сам магазин очень хороший на самом деле, с очень хорошим выбором. Поэтому сейчас только вам покажу кадры некоторых вещей, в целом обзор самого магазина. Но, к сожалению, без подробного описания, без примерки и без показывания вещей. Поэтому приступим. Давайте 10 минут нужно провести с пользой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, видео про винтажный шопик в Милане подошло к концу. Большое спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на мой канал. Кстати, я люблю, вы знаете, винтаж. И у меня даже есть специальная страничка, где я собираю свои винтажные находки. Иногда даже их продаю. Поэтому, если вам это интересно, в описании к этому видео вы можете найти ссылку на инстаграм. Моего небольшого хобби. Ну, я не могу сказать, что это бизнес, но небольшое хобби, которое, я надеюсь, будет вам тоже интересно. В конце этого видео вы увидите обязательно ссылки на два моих предыдущих видео из Милана. Как раз таки полный гид по винтажному шопингу. Там вы увидите 5 магазинов с винтажным шопингом. И, друзья, будем с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока.